МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ 20.30 в Новосибирской области. Вы смотрите итоговый выпуск новостей ОТС. В студии работает Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. Коротко о главных темах. В этом году помощь удалось указать более сотни человек. И благодаря этому утонувших гораздо меньше, чем в прошлом году. Спасение утопающих – дело профессионалов. Какие пляжи Новосибирска наиболее опасны для купания? Комнатушки по 11 метров, печное отопление. Нет ни воды, ни канализации. В таких условиях люди живут уже 60 лет. Удобство на улице, неудобство в квартирах. Как прожить в доме, который уже полвека, как признан аварийным? Бердские скалы или зверобой, как называют его местные жители, представляют не только эстетическую ценность, но и научную. Здесь много редких видов животных и растений. Поэтому туристы здесь – гости частые. Новые маршруты в заповедных местах. Кто расчистил тропу для будущих туристов? Сейчас об этих и других событиях подробно. Сегодня губернатор Владимир Городецкий подвел промежуточные итоги региональной программы финансовых гарантий. С начала года в регионе создано больше 5000 фирм в сегменте малого и среднего бизнеса. Сегодня гарантийный фонд Новосибирской области в 2016 году по состоянию на половину июля уже представил 172 гарантии представителям малого и среднего бизнеса на сумму 951 миллион рублей. И в результате сумма финансовых ресурсов, которые смогли взять кредитных ресурсов в малые и средние предприятия, составила почти 2,1 миллиарда рублей. Областные власти оказывают финансовую поддержку малым предприятиям. Только в этом году одобрены заявки на 280 миллионов рублей. В приоритете – социальные проекты. Губернатор отметил, наш регион – один из лидеров в общероссийском списке по числу действующих предприятий малого и среднего бизнеса. В этой сфере занята треть трудоспособных новосибирцев. 133 лесных пожара были зафиксированы в текущем году на территории нашего региона. По сравнению с прошлым годом возгораний стало меньше и по количеству, и по площади очагов. Какие меры принимают лесные службы сегодня, чтобы не дать огню занять территорию региона завтра? В сюжете Елена Мирошниченко. Под охраной Северного лесхоза больше 140 тысяч гектаров леса. Чтобы защитить зеленые насаждения от огня, приходится потрудиться. Сегодня предприятие в режиме готовности. Техника может в любой момент отправиться на место возгорания. Все необходимые меры по профилактике уже приняли. Периодически мы подновляем минполосы, потому что в этом году сейчас идут дожди. Зарастает. Постоянно бригада работает. Провели опашку посадков, проверяли буквально две недели назад. Москвичи проверяли. Замечаний нет. В этом году в Северном районе не было ни одного пожара. Да и в целом в регионе нынче огонь не захватил больших территорий лесных массивов. По сравнению с 2015 пожаров стало меньше и по количеству, и по площади возгораний. Если в прошлом году пламя раскинулось на 945 гектаров, то в этом почти на 300 меньше. Держать ситуацию под контролем помогает мониторинг на земле. В пожароопасный период территории контролируют 30 оперативных групп. И на небе. Через систему ИДСМ Рослесхоза, где 4 раза в сутки подается информация о состоянии территории. Это система видеонаблюдения, которая установлена на вышках операторов сотовой связи. Это 24 вышки, которые работают в круглосуточном режиме и реагируют автоматически на любой дым. Самые пожароопасные районы – Ордынский, Машковский, Убинский и Сузунский. Чтобы опасность ввести к минимуму, одного мониторинга мало, считают специалисты Департамента лесного хозяйства. Важно вовремя убирать старые деревья. Это и бюджет у региона на пользу, и лес будет в большей безопасности. Возраст спелости березы 50-60 лет. Затем дерево начинает гнить и постепенно превращается в хороший горючий материал, который вспыхивает при малейшем возгорании, как мина замедленного действия для леса. Сегодня таких мин по региону хватает. Расчетная лесосека, например, в Северном районе – 1,2 млн кубов ежегодно. Осваивается в пределах 65 тысяч. Остальное сгнивает. Сейчас нашлись инвесторы, которые готовы перерабатывать лиственную древесину, а именно березу. Предприятия разместят в Кыштовском районе. При этом лесхоз, который там уже есть, ликвидировать не будут. Елена Мирошниченко, Олег Сурков, Елена Кинт, Андрей Ильдеров. Новости ОТС. Сотрудники МЧС в эти дни проводят акцию «Вода – безопасная территория» и патрулируют городские пляжи. Причем не только официальные, но и нелегальные места купания именно на них чаще всего происходят трагедии. Тему продолжат наши корреспонденты. Левобережный пляж. Купаться здесь нельзя. Рядом лодочная станция, да и течение сильное. Сегодня на берегу и в воде не одного человека. Причина – дождливая погода, а отнюдь не запрещающая табличка. В жару здесь отдыхают до тысячи человек ежедневно. Сотрудники МЧС проводят акцию «Вода – безопасная территория», чтобы напомнить жителям правила поведения во время купания. Ежедневно после построения инструктажа матросы с этого пирса отправляются на посты, не санкционированные для купания, но так любимые новосибирцами. В этом году помощь удалось указать более сотни человек. И благодаря этому утонувших гораздо меньше, чем в прошлом году. Каждое утро матросы разогревают катера, проверяют спасательное оборудование и отправляются в патруль. Матвеевка, Маяк, Старый Бугринский пляж, Зайльцовский. Купаться в этих местах запрещено. Задача матросов – объяснить это отдыхающим. Спасатели проводят профилактические беседы и следят за выполнением норм безопасности. Работают и мобильные станции оперативного реагирования. Оказываем помощь людям, которым она требуется. В основном они далеко заплывают, приходится их забирать. Знаете, есть случаи, когда они залазят на дерево и далеко их затягивает. Приходится доставать, потому что это может привести к тяжелым последствиям. Купание на необорудованных пляжах и алкогольное опьянение – самые частые причины несчастных случаев. Дети, оставленные без присмотра, также в зоне риска. О компании подростков зачастую переоценивают свои силы и в итоге не справляются с течением. Спасатели призывают не только помнить о своей безопасности, но и по возможности помогать окружающим. В тот момент, когда человек захлебнул в себя воды, он не может говорить до тех пор, пока не восстановится функция дыхания. Соответственно, он не может крикнуть и позвать на помощь. Такие люди, их не слышно, их не видно. Они со временем начинают на воде… Ну, на воде их можно отличить своеобразным движением. Это как бы карабкаются по лестнице, либо как поплавки ходят на воде. То есть, если вы такого человека заметили, то этот человек, ну, вероятно, тонет. Слаженная работа матросов и спасателей позволила предотвратить около 60 несчастных случаев. Утонули за два месяца лета пять человек и все на запрещенных для купания акваториях. Сотрудники МЧС призывают никогда не забывать о мерах безопасного поведения на воде и купаться только на оборудованных пляжах. Екатерина Киселева, Александр Егоров, Новости ОТС. Продолжаем выпуск. В Новосибирскую область прибыл генеральный консул Социалистической Республики Вьетнам в Узуи Мэнг. Первый пункт в рабочем визите иностранного гостя – встреча с Владимиром Городецким. Губернатор рассказал о сферах, в которых Новосибирская область плодотворно сотрудничает с Республикой Вьетнам. Это касается и конкретных примеров взаимодействия с нашими конкретными предприятиями. Приборостроительный завод, завод Мечкалово, заводским концентратом и других еще. Поэтому дать возможность, думаю, наша задача, я так считаю, это дать возможность представителям бизнеса больше информации о возможном направлении взаимодействия. Партнерские отношения с вьетнамскими коллегами поддерживают и несколько коммерческих предприятий Новосибирска. В целом, по словам губернатора, доля Вьетнама в товарообороте нашего региона менее 1%. Однако есть перспективы развития двусторонних отношений. В первую очередь в сфере туризма, импорта злаков и морепродуктов, а также экспорта минерального топлива и электрических машин. Новые автомобили скорой помощи появились в больницах Новосибирской области. Ключи вручили семи главам районных больниц. Две машины получила станция скорой медицинской помощи в столице региона. Рассказывает Марина Шевченко. Автопарк больниц Новосибирской области сегодня пополнился новыми машинами. Автомобили скорой помощи получили районные центры, где есть проблемы с транспортом. А поездки по бездорожью все больше ухудшают состояние уже имеющихся автомобилей. Исходя из города Новосибирска, понятно, это и работа на улице, это и работа на мероприятиях обслуживания. Центральные районные больницы. Сложность автомобиля связана не с технической, а с большими пробегами. Не все дороги твердое покрытие, поэтому почему мы говорим о автомобилях УАЗах сегодня. Одна скорая для районной больницы небольшая, но значительная помощь. Неотложки вызывают в села, которые находятся далеко от стоянки машин. Такой выезд занимает много времени и лишняя машина никогда не помешает. Мы очень рады, так как у нас автопарк не обновлялся 3,5 года. Она нам очень-очень поможет в работе. Так как мы работаем, в основном у нас много очень сел. Она по проходимости в дальние какие-то районы сел для оказания неотложной медицинской помощи. Общая стоимость 9 машин 20 миллионов рублей. Они разные по комплектации. УАЗы подходят для сельской местности, Газели для города. Заменять машины лучше через год-два. Поэтому расход на автомобили скорой помощи в областном бюджете есть всегда. Одной из составных частей квалифицированного, быстрого, своевременного оказания медицинской помощи является доступность и, самое главное, своевременность. Поэтому то, что делается сегодня, это очень важно для районов области и для города. В рамках программы обновления автопарка планируется заменить все автомобили на более современные в течение 2-3 лет. А их оборудование позволит оказывать неотложную помощь пациентам прямо в машине. Марина Шевченко, Сергей Жданов, Новости ОТС. В редакцию новостей ОТС обратились жители Октябрьского района в 50-е годы прошлого века. Их дом строили как временное жилье для работников кирзавода. Аварийным жилье признали через несколько лет после возведения. Однако до сих пор дом не расселили. Алья Арзаева о том, в каких условиях находятся люди. Заготавливайте дрова, топливо, будете оставаться до 2017 года, как вот здесь вот написано. Дом 56-го года постройки. Фундамента нет. Строили как временное жилье. Отопление печное. Ремонта за 60 лет не было ни разу. Жильцы все делают своими силами. Каждый год туда вот залазил и все ремонтировал. То печка завалится, а им никакого этого. Начальник уже вон. Официально дом признали аварийным уже через два года после постройки. На стенах появились трещины. Ситуация усугубилась, когда жильцы самостоятельно протянули водопровод. Ни канализации, ни выгребной ямы здесь нет до сих пор. Уже крик души, понимаете? Уже сил больше никаких. Вот она 60 лет прожила, вот эта вот баба Гутя. 60 лет прожила. И 60 лет она за собой носит вон туда, в помойку это все. С ведрами бегает. Внутри дома ситуация не лучше. Сгнивший пол, отсыревшие стены, трещины на потолке. А площадь квартир от 11 метров. В этой комнатке у меня здесь кухня, туалет. И едим, и спим. Все в одном вот тут у меня. На 11 метрах? Да, 11 и 1 у меня. Чернота, все летит, все, короче, трещит. Как дождь идет, здесь потоп, аж до первого этажа. Не так давно рядом с домом развернули стройку. Пока вбивали сваи, на бараке появились новые трещины. И дом заметно осел. Она шуба вся отходит. Берешь, вы так выбираете. Это дом, потому что отседает. За несколько лет жители обошли всевозможные инстанции. Единственное, чего удалось добиться, дом поставили в план на расселение. Наказ избирателей по расселению вышеуказанных домов включен в план мероприятия по реализации наказов избирателей на 2016 и 2020 годы. Так что будем ждать, наверное, этого. Но как бы уже жить невозможно в этих домах. Можно ли верить этим обещаниям, жильцы сомневаются. Сроки расселения уже переносили несколько раз. Ближайшая дата, на которую ориентируют людей – сентябрь 2017. Это значит, что в таких условиях людям предстоит жить больше года. А по соседству еще несколько таких же домов. Алия Арзаева, Евгений Агеев. Новости ОТС. Это новости ОТС. Мы работаем в прямом эфире. И вот что вы увидите сразу же после короткой рекламы. Вот опять надвигается непогода. Снова будет снег. И там внизу все заблокло. Можно непогоду пережидать в палатках. Но там тебе будет мокро, ветрено и холодно. В городе, на банкира вообще. Переехал в город и решил попробовать. Понравилась эта профессия. Спорт доступен каждому. Главное – желание. В колонии номер 2 проходит чемпионат по мини-футболу среди заключенных. Срочно нужно ехать? Или поездка уже запланирована? Звони 355-10-10 или скачай приложение Гранд Авто. Вызывай в один клик. Добирайся быстро в любую точку города. Плати наличными или картой. Доступно в App Store и Google Play. Сборная команда экстремалов Новосибирской области отправилась в Киргизию, чтобы перезимовать лето. Парадоксального в этом ничего нет. В горах Средней Азии холодно и очень много снега. Сейчас на маршруте на пик Хантен-Гри находится наш корреспондент Светлана Антимонова. Сборная альпинистов работает на высоте 5800 метров над уровнем моря. Спортсмены пережидают затяжную непогоду, обильные осадки. И у них появилась возможность отправить видеоматериалы о том, что именно там происходит. Вот опять надвигается непогода, снова будет снег и там внизу все заволокло. Можно непогоду пережидать в палатках, но там тебе будет мокро, ветрено и холодно. А можно в пещерах. Они наилучше всего укрывают от снега. Сейчас мы туда сходим. Пережидать непогоду или просто жить можно еще и в пещере. Вот так она выглядит. Залазить нужно ползком. Ей не бывает несколько комнатные. Но вырыть такую пещеру одному очень трудно. Работать надо целой команде, буквально целый день. Кажется, что здесь холодно. На самом деле температура не опускается ниже нуля градусов. И очень важно, чтобы был выход, чтобы поступал воздух. Иначе вся команда, которая здесь ночует, может задохнуться и ее занесет снегом. Но на самом деле пещера очень удобная. Удобное место, где можно пережить непогоду или просто жить в ожидании своего выхода. Вот это большая пещера, но обычно роет немножко меньше. По другим темам эти пациенты отмечают ком в горле, боль в груди. Пища задерживается в пищеводе и не проходит в желудок. Охолоздию пищевода. Это заболевание в регионе теперь лечат по-новому. В Новосибирской областной больнице сделали первые уникальные эндоскопические операции. Проводятся они в темноте. Но моим коллегам все же удалось запечатлеть подробности. Несколько глоточков выпью, у меня все здесь сжимает и назад как бы. Пациентка вспоминает, с каждым годом становилось все хуже. Диета не помогала. В поликлинике в течение 8 лет ставили диагноз гастрит. Оказалось, охолозия пищевода. Нарушение иннервации на уровне нервных сплетений в месте перехода пищевода в желудок, так называемого пищеводно-желудочного перехода. И вследствие этого возникает вначале кратковременный спазм, соответственно сопровождающийся затруднениями при глотании пищи, носящими временный характер. А впоследствии этот спазм начинает приобретать постоянный характер. Медикаментозно заболевание не лечится. Препараты могут оказать временное улучшение. Раньше чаще всего использовалась баллонная дилатация. В пищевод вводят специальные пневматические баллоны, накачивают воздухом и держат в таком положении одну минуту. Все для того, чтобы разорвать мышцы нижнего сфинктера пищевода. Облегчение кратковременное. Теперь в Новосибирской областной больнице начали делать эндоскопическую пероральную миотомию. Чтобы на экране врачам были видны все детали, операция проводится в темноте. Заводится гибкий эндоскоп через глотку в пищевод. Делается небольшой разрез слизистой оболочки пищевода. И затем в подслизистом слое пищевода формируется туннель. И впоследствии рассекается спазмированная мышца нижней части пищевода, что снимает вот этот патологический спазм нижнего пищеводного сфинктера. Подробнее об уникальной операции, диагностике заболевания смотрите в воскресенье, 31 июля в 13.05 в программе «Про здоровье». Наталья Цопина, Сергей Жданов, Новости ОТС. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А обойти нужно почти каждый двор. Только в одном селе у нее по списку 478 точек. Говорит, трудностей с переписью нет. Жители охотно идут навстречу. Затруднения вызывают только некоторые вопросы. Бывает, что путаются люди, и не все знают свои земельные участки. В основном отвечают быстро, ориентируются по местности, по огороду. У семьи кройных и хозяйство, и огород. Ходя с выходом на пенсию, пришлось отказаться от большей части хозяйства, кур и кроликов держать не перестали. Переписчиков встретили с пониманием. Это нормально все. Надо переписки вести обязательно. Должны знать все. Все это население. Сколько человек, кого кто держит. Скота. Владельцам сельскохозяйственных предприятий, простым жителям предстоит ответить на вопросы статистиков о том, сколько у них земли, что садят и какое хозяйство держат. От результатов переписи будет зависеть экономическая стабильность не только отрасли или региона, но и страны в целом, поясняют специалисты. За 10 лет, конечно, у нас произошли большие изменения в сфере сельскохозяйственного производства, в развитии сельского хозяйства. Поэтому у нас страна требует получения новой официальной статистической информации для того, чтобы осуществлять прогноз развития сельского хозяйства, мер для воздействия, повышения эффективности сельскохозяйственного производства. Переписчикам предстоит обойти 27 сельхозпредприятий, а также около 8,5 тысяч личных подсобных хозяйств. Первые итоги переписи будут получены в четвертом квартале 2017 года, а окончательные проведут в конце 2018 года. Светлана Соколова, Николай Осипов, Новости ОТС. Тем временем в Тогучинском районе выбрали лучшего доера. В конкурсе операторов машинного доения приняли участие животноводы всех хозяйств района. Если юниоры соревнований «За победу» получают путевки на льготное обучение в аграрном вузе, то специалисты со стажем, денежные призы и трехдневный отпуск. Зинаида Мельникова оценила рвение первых и творческий подход последних. Денький пеку учился и все. За победу в конкурсе доеров Антон борется в разряде юниор. В хозяйстве он работает всего полгода. Ради этого кардинально изменил свои прежние планы. А учились где? В городе, на банкира вообще. Переехал в город, решил попробовать. Понравилась эта профессия. За коровьем ухожу. Привлекают в хозяйство молодых и энергичных не только работой, еще жильем. А школьники, они тоже участвуют в конкурсе, за победу получают путевки на обучение в сельскохозяйственный университет. И после диплома возвращаются в село. Именно так в районе закрыли вакансии ветеринаров и зоотехников. Во многом благодаря молодым специалистам удалось увеличить показатели. Дуем на фуражную корову в сутки 14,2 литра. В основном, конечно, мы реализуем на территории своего района. Кроме этого, нам возят и порядка шести хозяйств других районов. В основном все хозяйства создают на Тогучинское молоко. В районе 30 сельхозпредприятий. Есть крупные, где до полутора тысячи дойного поголовья. А суточный надой 15 литров. Соревнования животноводов – это обмен опытом. У нас два молочных завода, которые сегодня готовы работать. Я уже неоднократно говорил, что если сегодня, в принципе, Тогучинский район обеспечен всем. То есть, это и касается кисломолочки, два элеватора в Тогучинском районе. Хлебокомбинат есть, который сегодня выпускает больше 200 видов наименований. Поэтому частными хлебопекарнями сегодня мы готовы. Готово почти каждое хозяйство. В планах увеличение объемов. Фермерам на руки и сложившаяся экономическая ситуация. То, что санкции против России введены на большинство продуктов питания. Я думаю, селянам есть где развернуться, где показать себя. И цифры сами за себя говорят, что по некоторым видам сельскохозяйственных продукций мы стали преуспевать. И на прилавках наших магазинов стали появляться наши отечественные, экологически чистые продукции. Только Тогучинский район ежедневно на прилавке региона поставляет 10 тонн молочной продукции, а еще мясо и хлеб. Сейчас хозяйственники расширяют сельхозугодие и увеличивают коллектив животноводов. А по итогам конкурса лучшие дойеры в Завьяловском и Доронинском хозяйствах. Зинаида Мельникова, Владимир Полосин, Новости ОТС. Продолжаем выпуск. Игра для всех и каждого. Сегодня на футбольное поле вышли осужденные из правительных колоний. Пять команд сражались за кубок и матчи по признанию многочисленных. Свидетели противостояния были действительно увлекательными. Спорт доступен каждому. Главное желание. В колонии номер два проходит чемпионат по мини-футболу среди заключенных. В нем принимают участие пять команд из разных исправительных учреждений. Свисток судьи и в бой. За два часа прошло несколько матчей между игроками разных колоний. В этих играх хозяева вышли в финал. Но одержать победу им, к сожалению, не удалось. Помимо футбола осужденные могут заниматься и другими видами спорта. Как командными, так и индивидуальными. В этом году на базе ИК-18 мы впервые в истории УИС Новосибирской области провели турнир, бастерский турнир по жиму, штанге, лёжа и народному жиму с присвоением спортивных званий и разрядов. Вплоть до мастера спорта включительно. Большей популярностью среди желающих приобщиться к спорту пользуется все-таки футбол. Кто-то самоучки, а кто-то уже опытные игроки. Некоторые даже играли за футбольные клубы. Активные игроки получают бонусы за свои спортивные заслуги. Например, продленные свидания с родными. Александр Самоучко, который с детства увлекается этой игрой. В команде исправительной колонии номер два он один из самых активных игроков. Это наше поле, мы тут занимаемся, играем. Сами выбираем, смотрим, сыгрываемся. У кого лучше получается, те остаются с нами. А сколько участников? Шесть человек за нашу колонию. Желающих поиграть много, а зрителей еще больше. В команду для мини-футбола нужно всего пять игроков. Но в этих командах шесть. Правда, в следующем году состав наверняка поменяется. Какие-то игроки уже окажутся по ту сторону колючей проволоки. Екатерина Беленкова, Артем Валевич, новости ОТС. Увидеть красоту родного края и поделиться впечатлениями. Вселенного соседа во Искитимского района прошла экологическая акция «Оберегай». По нехоженным тропам впервые прошла и съемочная группа ОТС. Вид потрясающий. Многие опытные туристы и краеведы говорят, что это самое красивое место в Новосибирской области. Бердские скалы или зверобой, как называют его местные жители, представляют не только эстетическую ценность, но и научную. Здесь много редких видов животных и растений. Поэтому туристы здесь, гости частые. Отдыхающие уезжают, мусор остается. Собирать банки до бутылки приходится местным жителям и школьникам, студентам из Новосибирска. Всех делят на пять команд. Четыре уходят на уборку территории. К слову, волонтеры с приличным стажем. Я помогал ветеранам как-то раз. И помогал в общественных местах. То есть мусор убирал, листву, снег. Когда убираешь, я помог людям, чувствуешь себя и все. Правда, хоть они это не ценят, потому что никто не знает, кто это убрал. Все, опять на мусорят. Пока волонтеры наполняют мусорные мешки, другая команда на джипах прокладывает в вторую очередь так называемой экологической тропы – зверобой. Непролазные кусты, болота, упавшие деревья – ни почем. Главное – сделать живописные места доступнее. Посмотреть, в каком состоянии дорога, где-то поваленные деревья убрать, где-то восстановить какие-то места стоянок. Ну и в хороший день, в хорошее место почему бы не приехать. Первую часть экологической тропы проложили еще в прошлом году. Специальный маршрут через оповедную зону разработали активисты экологического движения Новосибирска под руководством ученых-экологов. Разместили таблички с информацией о редких видах животных и птиц, которые здесь обитают, антивандальные стенды, указатели. Сейчас в рамках акции маршрут планируют продолжить до 6 километров и закольцевать. Все стали понимать, что можно ездить, конечно, в Турцию, Грецию, отдыхать за рубежом, но тогда получается, что ты ничего не знаешь о природе собственной страны. Ведь даже у нас, в Новосибирской области, огромное многообразие ландшафтов, начиная от, так скажем, предбурей и кончая совершенно степными и даже полупустынными ландшафтами, где-нибудь там в Краснодарском или Карасукском районе. Познакомить с красотами родного края – одна из задач акции «Оберегай». Вот уже 12 лет она учит молодое поколение любить и беречь природу. Начинали с уборки набережной Обскового водохранилища, теперь ездят по заповедным местам области. Мы здесь живем, и мы все видим то, что творится рядом, то, что рядом с нами, в наших парковых зонах, на наших пляжах. Даже те пляжи, которые городские, которые, казалось бы, облагорожены, что ли, и то там не все в порядке. А уж те дикие пляжи, дикие места отдыха, которые сейчас, ну, страна большая, у нас их очень много, те совершенно остаются без присмотра, так сказать. Сегодня ребята подготовили плацдарм для следующей акции. Дальше установка табличек, стендов, лавочек. Подобная экологическая тропа в скором времени появится и в Тагучинском районе. Елена Мирошниченко, Алексей Зубила, Новости ОТС. Допинговые скандалы вновь в центре внимания Международная Федерация водных видов спорта не пустила на Олимпиаду семерых российских пловцов, в том числе новосибирскую спортсменку Наталью Ловцову. Напомню, решением МОК российские спортсмены могут поехать на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро лишь в том случае, если Федерации конкретных видов спорта подтвердят, что они прошли необходимую проверку на допинг и ранее не были наказаны за употребление запрещенных препаратов. Однако новосибирская пловчиха Наталья Ловцова в 2012 году была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на два с половиной года. После истечения срока наказания Ловцова вернулась в большой спорт и смогла выполнить олимпийский норматив. Стала чемпионкой России на дистанции 50 метров вольным стилем. Мы будем следить за дальнейшим развитием событий. Вместо лыж – роллеры, вместо снега – асфальт. В Новосибирске проходит чемпионат и первенство области по летнему биатлону. На соревнованиях побывал наш корреспондент Сергей Федотов. Чемпионат по летнему биатлону разделен на два дня. В первый день – гладкая гонка без стрельбы. Второй – пассьют, гонка преследования. В турнире принимают участие 55 спортсменов, 37 мужчин и 18 женщин. В числе участников – гости из других регионов. Также выступают наши гости из Казахстана. Надо сказать, что тоже сильнейшие члены сборной команды Казахстана. И из Ханты-Мансийска, с Сургутского района два участника. На учебно-тренировочный сбор приехали спортсмены из Камчатки. Наши спортсмены тренируются и готовятся к зимнему сезону. Двукратная призерка Олимпийских игр в Сочи, звезда новосибирского биатлона и самая обсуждаемая фигура соревнований – Ольга Вилухина после прошлого сезона – не поехала в отпуск и продолжила тренироваться. На чемпионате и первенстве области она финишировала на шестой позиции. Этот год также тяжелый в плане подготовки. То есть очень много работы, которую надо переварить. Вот сейчас сложно пока, с трудом справляюсь с этой нагрузкой. И были моменты, когда у нас здесь в Новосибирске стояла жара, поэтому словила тепловой удар, то есть вылетела из тренировочного процесса на четыре дня. И сейчас мне нужно наверстать упущенное, поэтому стараюсь, терплю. Летний биатлон рассматривается как этап подготовки к предстоящему сезону. Главная задача сейчас – войти в тренировочный режим. Это повышение скоростной выносности, улучшение качества стрельбы, время нахождения на огневом рубеже. Но наша новосибирская команда, основная ее проблема – почему-то так сложилось в стрелковом плане. То есть акцент в этом году был сделан много на стрелковой работу. Лучшие спортсмены турнира в августе поедут на чемпионат России в Уфу и будут иметь шанс попасть в сборную России по летнему биатлону. Сергей Федотов, Семен Татаринов, Новости ОТС. Такой была информационная картина дня 26 июля. В студии для вас работала Екатерина Тихомирова. Спасибо за внимание. Оставайтесь на ОТС. Новости ОТС. В последующие двое суток осадков не ожидается. Температура воздуха в четверг и пятницу днем плюс 23-25. На этом о погоде все. А я желаю вам всего самого доброго. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!